МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире 12-го канала Час новостей. В студии Никита Гайдаш и коротко о главных темах. Не выдержала сетка. Четырёхлетний ребёнок выпал из окна в нефтяниках. В каком состоянии сейчас находится мальчик? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масштабное открытие и самые важные для региона встречи и переговоры. Конечно, наш традиционный обмен сельскохозяйственными товарами. Любят амичи белорусский сыр. Ключевой день для омской делегации на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. С кем будут подписаны соглашения? Музыка нас связала. Конечно, мы не могли не принять участие, потому что здесь мы в одной семье. Омская филармония передала музыкальные инструменты и костюмы Стахановскому Дому культуры. 30 тысяч предложений в сфере труда и достойная зарплата. В регионе пройдёт масштабная ярмарка вакансий. Не на льду, а на кулаках. Джидрайф-арена готовится к масштабным поединкам. Медиафасад спорткомплекса заиграл новыми цветами в честь предстоящего турнира по ММА. Прокуратура начала проверку по факту несчастного случая с ребёнком. В нефтяниках из окна третьего этажа выпал 4-летний мальчик. Мать малыша ненадолго отлучилась из квартиры и оставила сына под присмотром 9-летнего брата. Ребёнок решил поиграть возле открытого окна, облокотился на москитную сетку и упал. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей. Сотрудники Омской полиции напоминают. Не оставляйте маленьких детей без присмотра. Отодвиньте от окон мебель, чтобы ребёнок не смог попасть на подоконник. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, поскольку они не предназначены для защиты от падений. Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребёнку открыть окно более чем на несколько сантиметров. К другим темам. Сегодня для Омской области ключевой день работы на Петербургском экономическом форуме. Запланировано несколько десятков встреч с самыми перспективными партнёрами. Правительством Москвы, Минпромторгом России и крупнейшими предприятиями и банками страны. Наша делегация, которую возглавляет глава региона Виталий Хаценко, будет работать с раннего утра и до позднего вечера. Предварительно удалось договориться, что Омск может стать центром проведения международного съезда участников особых экономических зон. Эстафету готова передать Республика Беларусь. И буквально несколько минут назад Виталий Хаценко и посол Беларуси Дмитрий Крутой договорились о расширении совместного экспорта и импорта. Отмечу, с начала этого года объёмы товарооборота уже выросли на 34%. На Омский рынок начали поставлять новые виды молочной продукции, а наш регион поддержал Содружественное государство в условиях санкций. Никто не верил, что мы сможем так оперативно переориентироваться. И Омск, Омская область, которая вроде бы далеко находится от Республики Беларусь по логистике, вот сегодня является одним из важнейших потребителей продукции нашего БМЗ. Далее, конечно, наш традиционный обмен сельскохозяйственными товарами. Любят амичи белорусский сыр, йогурт. Подробный материал о втором дне работы Петербургского экономического форума и важных для нашего региона и страны заявлениях смотрите уже в следующем выпуске новостей в 17 часов. Новое звучание для жителей Стаханово. Омская филармония отправила в дар Дворцу культуры имени Горького из-под шефного города новые комплекты сценических костюмов, а также техническое оборудование. Реквизит поможет организовать для местных жителей культурные мероприятия, а также проводить концерты. Конечно, мы не могли не принять участие, потому что здесь мы в одной семье, союз концертных организаций, и он поддержал вот эту акцию, которую Министерство культуры Российской Федерации проводит в июне, в июле этого года. Надеемся, что когда-то сможем и туда приехать с концертами, и их пригласить к нам в филармонию. И вот это большая мечта, ради которой все это делается. Акция федерального масштаба. Ее цель – восстановить культурную жизнь во вновь присоединенных республиках. Новое оборудование поможет воссоздать материально-техническую базу и оснастить учреждения культуры всем необходимым. Добавлю в общей сложности, грузовик преодолеет около 3000 километров. Заезжая по пути во все регионы, где открыты филармонии, везде он будет собирать музыкальные инструменты, сценические декорации и реквизит. Бюджет Омска в этом году увеличится почти на миллиард рублей. Поправки в городскую казну внесли депутаты на заседании городского совета. Большая часть суммы – межбюджетные трансферты и дотации. Еще почти 150 миллионов рублей удастся получить за счет увеличения налоговых поступлений. Эти деньги потратят на ремонт дворов, содержание автомобильных дорог, восстановление тротуаров, переселение мечей из аварийного жилья и озеленение. Кроме того, часть средств пойдут на меры соцподдержки семьям мобилизованных. Также увеличение бюджета города позволит в этом году провести наружное освещение на улицах Круговая, Вторая и Третья Круговая и Телевизионная. Уже 3000 мечей стали клиентами вытрезвителя. Специальное учреждение на Семереченской работает уже почти год. Оно открылось 1 июля и стало одним из первых в России. Как оказалось, услуга весьма востребована. Редко кто отказывается переночевать в чистой и теплой постели. Многие приходят самостоятельно, но все же большую часть постояльцев сюда привозят полицейские. Всех ли принимают вытрезвитель, узнала Юлия Комарова. Алкоголики – это наш профиль, шутят сотрудники вытрезвителя. Сегодня здесь всего один клиент мирно похрапывает под одеялом. Отделение рассчитано на 15 мест, но обычно в день поступает около 10 человек. Новенькая мебель, чистая выглаженная постельная – условия, как в пионерском лагере. Поэтому для некоторых клиентов вытрезвителя побывать здесь все равно, что отдохнуть в санатории. Ну а другая часть людей и вовсе приходит сюда самостоятельно. Был такой клиент, который сказал, что пригнать бы мою жену сюда, чтобы посмотрела, как здесь уютно, чисто и теплые отношения от персонала. Условиями клиенты более чем довольны. В книге жалоб и предложений сплошные благодарности. Вот они пишут о себе. Допустим, Никифоров пишет спасибо, но тем не менее отписал. Дальше. Выражаю благодарность сотрудникам отделения. Просто хорошо. Всего за год здесь отдохнули 3000 человек. 96% из них – мужчины в возрасте от 30 до 60 лет. Большинство из них – горожане, но бывают и загулявшие гости из районов области, которым обильные возлияния помешали покинуть Омск. Обычно их привозят сюда полиция с авто и железнодорожного вокзалов. Год работы отделения показал – услуга по вытрезвлению востребована. При этом открывать подобные отделения в других округах нецелесообразно. Пока хватает и одного на левобережье. Мы поняли, что услуга нужна. Почему? Потому что, во-первых, люди остаются. Вы знаете, что услуга у нас предоставляется только на добровольной основе. То есть, если человек изъявил согласие пребывать здесь, он остается. Если нет, он уходит. Около 90% людей в состоянии опьянения соглашаются на получение услуги. Находиться здесь клиенты могут не больше 12 часов в сутки. Но если этот срок истекает поздно вечером, когда автобусы уже не ходят, то разрешают остаться до утра. Никакой платы за вытрезвление с постояльцев не берут. Все затраты за счет областного бюджета. Но если вы стали свидетелем и видите, что нетрезвый гражданин мечется по улице в поисках ночлега, можете позвонить дежурную часть. Полиция приедет, и если человек согласится, и при условии, что ему не потребуется медпомощь, отвезут в вытрезвитель. И значит, спокойная ночь в чистой кровати ему будет обеспечена. Юлия Комарова, Денис Жарков и Сергей Гаврилов. 12 канал. А мечам предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. Столько готовы платить водителю зерноуборочного комбайна. Предприниматель планирует нанять сразу 8 специалистов. Список самых высокооплачиваемых вакансий опубликовали сотрудники региональной службы занятости. На втором месте рейтинга главный контролер на завод имени Баранова. Заработная плата начинается от 220 тысяч рублей. Среди обязанностей руководить коллективом и следить за качеством продукции на всех стадиях производства. Также в топе значатся тракторист-машинист сельхозпроизводства, юрист и судовой механик. Все эти вакансии специалисты представят на масштабной ярмарке трудоустройства. Она пройдет в Омском конгресс-холле, а также во всех районах области 23 июня. Всего для жителей региона подготовлено порядка 27 тысяч предложений от работодателей. Для второго этапа ярмарки трудоустройства Омская служба занятости организует проведение новых площадок. Первая для участников специальной военной операции и членов их семей. Омские бойцы и их родственники смогут получить комплексную информацию о возможностях трудоустройства. Специалисты проконсультируют о программах бесплатного переобучения, о социальных гарантиях, окажут психологическую поддержку, а также подберут вакансию. Вторая новая площадка откроется для женщин с детьми. Третьей новой площадкой станет специальная секция для амичей с инвалидностью. Амичи зажгли на фестивале «Сибирский огонь». В этом году военно-исторический праздник прошел в Новосибирской области. 50 тысяч зрителей и 520 участников из 80 городов от Дальнего Востока до Крыма. Реконструкторы омской команды отличились с достоверностью амуниции эпохи Цезаря. В нашем городе собрали единственный за Уралом наряд опциона. Костюм древнеримского легионера изготовил мой коллега, звукорежиссер 12 канала Олег Леонов. Детали мастер собирал по всему миру. Зачем воину гальские брови и что такое цера, расскажет Наталья Змага. В роли опциона римского военачальника звукорежиссер 12 канала Олег Леонов. Специалист по петличкам, звуку для ведущих и интершуму. Часами может ловить фразы собеседников на удочку. Мощный микрофон для выездных съемок. Физическая подготовка, которая помогает бегать на съемках, важна и в деле реконструкторов боевых сражений. Только одна броня весит 8 килограммов. Сквамату делали в Индии на заказ. У нас их пока не делают, но я думаю, ребята освоят когда-нибудь рано или поздно. Но делали ее где-то месяцев 7. Месяц она ехала и месяц я ее растомаживал. Писал декларации, объяснения, зачем мне такое надо. Амуницию Олег собирал больше года по всему миру. Шлем из Мурманска, перья из Китая, щит от омского мастера дяди Жени, кольца из московской антикварной лавки. Тканные детали и обувь сделал сам. Такие военные сапожки назывались кольце, а кожаные тапки с открытыми носами – калиги. Из-за них, кстати, получил свое прозвище легендарный Калигула. Историей Древней Греции и Рима Олег увлекся в детстве. Но воплощать школьные мечты начал уже после 30 лет, когда нашлись единомышленники и финансы. Стоимость такого наряда – более 300 тысяч рублей, не считая трудозатрат. Поддерживать блестящий вид наряда приходится регулярно. Здесь важна даже форма бровей на шлеме. После завоевания Галлии римляне стали заказывать шлемы у галлов, у которых как раз на шлемах были вот такие брови. То есть они перекочевали и к римлянам. И по виду можно сразу сказать, италийский шлем без бровей, гальский шлем с бровями. Ну, гальские считались моднее и качественнее. Знаток античности выходит в цвет в уникальном костюме во время фестиваля. Один из таких масштабных проходит ежегодно в деревне Большой Оёж Новосибирской области. В этом году участники представили 22 века военной истории от Римской империи до современной амуниции. Омск привез 20 воинов, трое из них – гладиаторы. Все военные команды произносят на латыни, поэтому Олегу Леонову пришлось выучить и её, а также испанский и итальянский языки. Это восковые таблички. Называются церы. Цера по латыни – воск. Носили всегда с собой. Можно записывать, допустим, имена должников или кому должен. В планах реконструктора – новые образы и освоение интересных музыкальных инструментов. Вот этот инструмент называется корну – рожок. Прототип современной волторной. Только вот эти трубки теперь заворачиваются в такую большую улитку. Послушаем, как звучит. Сейчас уже таких не делают. Наталья Змага, Сергей Лендвебер, Додичий Каналис. С латинского 12 канал. Джидрайв-арена перестанет быть хоккейной. Правда, на один вечер. А мячи обратили внимание на изменившийся облик фасада главного спорткомплекса региона, окрасившийся в угрожающие штормовые цвета. Всё дело в том, что буквально через месяц, 21 июля, на арене состоится восьмой турнир промоушена SFC. В главном бою которого выступит Александр Шлеменко. Для него поединок станет 78-м в профессиональной карьере. Противостоять омичу будет бразилец Алекс Оливейро, в послужном списке которого 39 боёв и 25 побед. Покорили северную столицу. Омский народный хор с успехом выступил на фестивале Добровидение в Санкт-Петербурге. Песня «Сибирик» Сибирикам выпала честь открывать галоконцерт фестиваля народной песни. А мячи представили сразу пять вокально-хореографических номеров, а также музыкальные композиции, подготовленные специально к Добровидению. Яркое выступление нашего коллектива никого из зрителей не оставило равнодушным. Всего праздник объединил на своей площадке более ста коллективов со всей России и из других стран. Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Индии и Китая. Для мячей этот фестиваль стал уже пятым по счёту. И, как признаются артисты, для них это серьёзный обмен опытом. Впереди у них выступления в Кургане и Тюмени, а осенью коллектив отправится на большие дальневосточные гастроли. Ну а жители нашего города смогут увидеть выступление хора уже 1 июля на симфопарке. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Чувствуешь? Ароматы лета в Омске. А еще летних подарков от Топлайн. С июня по сентябрь заправляйте от 25 литров с использованием QR-кода приложения АЗС Топлайн и участвуйте в розыгрыше сотен тысяч летних призов. Среди главных топливные карты на полтонны бензина, а еще сертификаты в санатории, гостинице, ресторан и сотни тысяч. Да-да, именно сотни тысяч других призов. Лето подарков от АЗС Сити Топлайн. В Омске открылась выставка Ивановского текстиля. Уютные пледы, комплекты постельного белья, халаты и пижамы только из натуральных материалов. Найти товары по душе сможет каждый. Подробности далее. На ярмарке Ивановского текстиля можно найти все для создания домашнего уюта. Большой выбор комплектов постельного белья, подушек, полотенец не оставит равнодушными даже самых взыскательных покупателей. Все изделия только из натуральных тканей. Особенно актуальны в летнем сезоне легкие простыни. Сейчас в квартирах жарко, душно, поэтому под одеяло не совсем комфортно. На нашей ярмарке вы можете приобрести простыни махровые и вафельные фактуры и хлопковые, двухсторонний хлопок. Под такими простынями не жарко, комфортно, они легкие, хорошо стираются, гидроскопичные и гипоаллергенные. Махровые халаты, пижамы, женская и мужская одежда различных расцветок и на любой вкус. Высокое качество и низкие цены – все это привлекает и мечей на ярмарке Ивановского текстиля. Время изучить широкий ассортимент и выбрать товар по душе еще есть. Ярмарка расположена в здании «Континент-2», 2-я улица, 1-й этаж, бутик 139. Выставка будет работать без выходных до 2 июля включительно. Покупателей ждут с 10 утра до 9 часов вечера. Фрукты и овощи круглый год. И о погоде. Завтра, 16 июня, в Омске переменная облачность. Ночью плюс 13, плюс 15. Дневная температура 23-25 градусов тепла. В районах переменная облачность. Ночью 6-8 градусов выше нуля. Днем до плюс 22. Ветер западный. 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Покупайте фрукты и овощи по ценам, которые подходят вашему бюджету. Арбузы, клубника, морковь, картофель и многие другие. Всегда свежие сезонные фрукты и ягоды в одном месте. Торговый комплекс «Черлакский». «Черлакский тракт 3.2». На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи на 12-м канале. Субтитры подогнал «Симон»!